15 мая, Ланя, 6 часов 21 минута, перед нами Лунопарк И мы сейчас выйдем, друзья, к морю, наверное, на какой-нибудь из 20-х пляжек А потом я еще... Это будет первое видео Потом я еще куда-нибудь пойду сегодня Возможно, по маршруту, куда мы ходили с Димой и сыном Именно Дима, привет, Эдвин, привет Еще не смонтировал даже последнюю часть нашей прогулки Две вышло, третья еще не вышла Удивительно, люди есть на лавочках возле Кейкубата, в моем любимом месте Очень много машин по всем полосам Ну, еще час 20 до заката, собственно Люди, конечно, уже на пляже массово не будут, но кто-то будет обязательно Так не могу не пройти мимо Кейкубата, я обожаю это место Смотрите, какая красота, елки-палки Учитесь замечать окружающую природу Не только мы с фотоаппаратами и с камерами должны это замечать, а и вы тоже Смотрите, как красиво Привет, Кейкубат Замеряем температуру воды в фонтане Она теплее, чем море 26 где-то, наверное Скорее всего, круговая циркуляция, она нагревается Солнечный день сегодня жаркий был, я его проспал, в принципе Собирался в Митину на рынок пойти, в итоге я все проспал Все пропало Но зато будем гулять, будем встречать Аааа, блин Ах, какой же я Вчера заряжал все аккумуляторы Я, короче, не взял ни один из них, кроме того, который в камере сейчас Но есть еще, конечно, камера с зумчиком Блин, хотел много прогулок наснимать А камера с зумчиком там Там, конечно, надолго не хватит Блин Там флешка маленькая емкость Ну, короче Вот это, как же я так ступил-то Ёлки-шпалки Блин Я в шоке Все аккумуляторы зарядил Как можно было забыть Я просто вообще Не представляю Здесь вода холодная Алюбасу Не, тоже не холодная, кстати Так, вижу людей, купающихся Но сейчас я далеко, наверное, не пойду Потому что я планирую идти в обратную сторону Туда, где красивые закаты будут Может, так лучше Может, не будет опять куча материала Не добавится в день Успела монтировать Я не успела спать Я не успела с людьми общаться Есть Готовить Все просто Бешеное время Уменьшиваю Максимум Максимум Так Вот тут вот Классно Можно К морю Чтобы выйти Там Надо пройти Или не везти вас к морю Или везти уже туда, куда я иду Но хотелось, конечно Показать ближе море Сейчас пока подумаю Ладно, пока идем Идем смотрим Красота какая Сейчас не жарко, не холодно Сейчас классная такая комфортная Теплая погодка Давайте выйдем Давайте выйдем туда Где пацаны и девчонки С удочкой С парнем Давайте туда выйдем Пройдемся Буду мерить Не буду Мне вчера Тихон Мерял Наступил на жирафчика Короче, жирафчик Желтенький Отправился на пенсию Теперь Ну он как бы работает Но почти не работает Ну то есть как бы Треснутая эта трубочка Он не ртутный Но все равно уже Точно показывать Теперь не будет Есть второй жирафчик Тут будет почетное место У меня дома займет Где-нибудь Потому что он отработал Оттрудился На славу Здесь пора Глайдинги эти Только я не могу понять Почему никого нет Все летят Все на подлете Где-то Какая красота, друзья Такой воздух Сейчас непередаваемый Просто сказочный Чистенький Классный Ох Ох, как классно Нет, теоретически Можно идти даже не там А можно вас везти Вот так Кстати, это будет интересно Если мы пойдем по берегу Сейчас подумаю Потому что там мы уже ходили А по берегу туда До того пляжа дать Вообще интересно по берегу Я боюсь, что там где-то Может быть тупик Но сейчас Сейчас я подумаю Кстати Сейчас посмотрим Есть эта рыбка Рыбаков Посмотрю Если купающийся По пляжам Не буду пока доставать Камеру с зумчиком Так, тогда я ноги Пока не буду мочить Наверное, потому что Буду идти сейчас по песку Ребята Рыбы я не вижу Удачка у них есть Рыбы я не вижу По берегу Значит, люди Ну, есть люди Немного, но есть Но время все-таки Время почти полседьмого Понятно, что Многие уже ушли С пляжей Фух Вот такое вот море Здесь плиты, да Здесь заходить сложно Иногда здесь купаюсь В этом районе Но заходить здесь сложно Ну, кстати, вот там Я видел где-то Черепаху Но далеко за бойками Так, ну что Здесь это интересная идея Пройти По берегу Погнали С Богом Что идти Поверху Там уже все Исхожено А сейчас мы Выйдем на тот пляж Ну, это будет Короче, интересно И причем мы увидим Тут уже вот пляжи Закончились А мы сейчас увидим Вот те вот два пляжика Которые Нечасто я туда дохожу Которые принадлежат Кафешкам Ресторанчикам Тем клубам Какой воздух, друзья Сейчас я вам просто Передать не могу Блин, мне аж Искупаться захотелось Я чувствую, что До 1 июня Сезон открою, наверное Интересно, где это будет В каком районе Оба, Космур Еще что-то Ой, как водичка Блин Вообще обалдею Просто Хочется ногами Зайти, но не хочется Лучше потом Понатираю Лишь бы там Не было тупика Потому что Фиг его знать Там и дома будут С частными территориями Ну, по идее Даже если в дома Свой пляж у дома Кстати, мы там Увидим пляжи отелей Которые вот тут Находятся за этими клубами Это интересная Прогулка сейчас будет Друзья, не переключайтесь Давайте я буду Показывать вам Море освещенное солнцем Поверну камеру назад Потому что Как я показываю вам солнце Оно слепит вас Как у меня Держи вот так Как я мог забыть Все аккумуляторы Вообще все Просто все Блин Дима Эдвин Привет Я хочу Блин Там Ну Есть идеи Как смонтировать Нашу По третью часть По заключительную Интересно И Там просто надо Много ресурсов Компай Много времени На то меня зависло И никак третью часть Не сделаю Извините Но зато интереснее будет смотреть Так Тут музыка Отворачивалась Вот она Это Кафешка Которое я сверху Вам бы не смог Показать Какие у нее пляжи Тут тоже эти Сфинксы стоят На таком стиле Интересном Оформлено Прикольно Девушка Одно вижу Там на лежачке Все Море Море Да Смотрим Плиты Пока плиты Все что я иду Пока Это все плиты Ну может быть Есть Да Есть входы Здесь Есть Можно войти Между плит Море Тут офигенная Две девушки Уже вижу Красота Вода Наверное 23 Здесь Не меньше Уже Поэтому В принципе Купательному Сезону До июня Месяца Быть Но я его Может быть Как бы Только Открою Каждый день И не начну Купаться Но Открою Скорее всего До июня Купаться Ежедневно Я буду Когда вода Будет Не меньше 26 Я думаю О, какие тут Руки Прикольные Видно вам Не буду Заходить Сейчас Так Один пляж Прошли Одной Кафешки Как он Назвать Название Не знаю Здесь Наверное Мусс Хотел Вот это Скорее всего Мне сложно С этой стороны Узнавать Потому что Я впервые Здесь иду Кстати Я максимально Доходил Куда-то Сюда Когда Здесь Пляжа Даже Не было Четыре Года Назад Тут Развалины Стояли Кстати Молодцы Они Все Сделали Вот Это Наверное Мусс Хотел Могу Ошибаться Потому что Там он Выглядит С той Стороны Конечно Кажется Что он Маленький Один Корпус Он Тянется Сюда Вглубь К морю Есть Люди На Лежаках Десяточек И Десяточек Еще В кафе Шлинарная Муз Да Скорее Сего Хотя Может быть Ресторан Я не знаю Кто здесь Отдыхал Вы Знаете Свои Отели Свои Рестораны Тяжело Ити По Песку Если это Муз Хотел То Потрясающе Зайти Можно Есть Входы Между Плит Море Потрясающе Людей Здесь Мало Во Свои Единенный Пляж Своё Место Здесь Потрясающе Отельчик И он Я думаю Что недорогой Потому что Он такой Не Или это Не Муз Хотел Друзья Не знаю Не важно Но кто Узнал Это место Место Потрясающе Муз Хотел Попроще Выглядит Тут Реально Большие Корпуса Там Еще Какой-то Отель Есть Да Не знаю Не буду Умничать Название Не будут Не будет Не буду Ничего Комментировать Чтоб Не ошибиться Здесь Ресторана Пошел Пляж Куда Лечу Так Не знаю Муз Это Или Не Муз Напишите Обходить Не буду Чтобы Посмотреть На Такое Ощущение Что Вода Может И 24 В ресторанчик Девчонки Сидят В основном Одни Девчонки Прикольно Было Быти Сейчас Вдоль Берега И дойти Аж Туда Где Где Корабли Стая Интересно Это Возможно Нет Вряд ли Там Скалы Наверное Будут Вряд ли Вряд ли Возможно Гоя Бич Пул Дэй Клаб Флорида Бич Хотел Друзья Флорида Бич Хотел Напишу В тегах Чтоб Кто Едет Сюда Чтоб Вы Увидели В каком Потрясающем Месте Вы будете Находиться Потрясающее Место У этого Отеля А вот Этот Дом Который Всегда С той Стороны Показывают Где Много Растет И Папайя Там И Всякие Цветочки Красивые Вилочка Это Принадлежащее Счастливому Человеку Свой Вход Он Не Знаю Одному Она Принадлежит Человеку Или Несколько Так Вот Там Где Флорида Мне Придется Пройти По Воде Наверное За Ней Очень Интересный Маршрут Если бы Мне Кто Сказал Час Назад Что Я Сюда Попаду И Буду Так Идти Здесь По Берегу Удивился Б Флорида Есть Люди На Балкона Потрясающее Место Реально Четверка Наверное Скорее Всего Да Людей Много Вижу Там Сидят Барчика По Территория И Здесь Здесь Можно Зайти Здесь Нету Плит Возле Самого Берега А не Дальше То есть Вы Спокойно Зайдете Море Потрясающее Здесь Бой У вас Персональный Пляж Клеопатра Для вас Чисто Можно Сказать Вам Даже Как Нибудь Приду Покупаться Сюда Плюс 25 Все Не Показывают Там Градусник На Солнце Где-то 28 Сейчас Много Людей Вижу За Столиками На Балконах Люди Посмотрим Что за Этой Дамбой Там По-моему Пляжик Да Где мы Мерили Как-то Температуру Воды С Артемом Блокфлейта Который Привет Если Смотришь Очень Много Людей Там Сидит Сейчас На территории Сейчас Будем Смотреть Что Нас Ждет Дальше Да Тут Чтобы Пройти Надо Мочиться А Там Лесенка Есть Может быть Обойтись Ногу Пляжик Давайте Попробуем Перейти По Лесенке Тоже Дом Счастливые Люди Живут Русская Лесенка На Худеньких О Пирс Нажим Выйти На Пирс Боже Какая Красота Господи Спасибо Тебе Что Я Здесь Как Классно Здесь Что Хочется Пройти Вот Туда Дальше Но Я Не Уберен Скорее Сего Там Будут Скалы Наверное Я Не Смогу Пройти Беринга Блин И даже Здесь Мусор Есть В воде Я Знаю Откуда Могу Это Озвучивать Поняли Кто умный Отель Супер Очень Рекомендую Не важно Какой там Сервис Какое там Питание Друзья Вы в раю Будете Вы ночью Можете Выходить Купаться Ну Это Сказка Просто Ночью Не бойтесь Купаться Вы Не в Египте Не плавайте Конечно Далеко Но Возле Берега Спокойно Ничего Тут Акул Нет Черепашка К берегу Не подплывет Тоже Спокойно Можете Купаться Ночью Смотрите Какая Красотища Хочется Даже Выключиться Сделать Отдельное Видео Про Этот Отель Именно Ну Ладно Я и так Подпишу Его Обязательно Ну Что Надо Идти Дальше А тут Лесенки Нет С моей Больной Ногой Даже Небольшая Высота Кажется Большой Блин Что Лесенку Не сделали Дальше В эту сторону Ладно Мы Найдем Выход О Есть Ступенечка Спасибо Хочется Хочется Идти И дальше Вдоль Берега Это Реально Интересно Я думаю Кто со мной Гулял Здесь Не раз Вы Понимаете Где Мы Сейчас Проходим Боже Вот Этот Дом Тоже Он Уникальный Друзья Уникальный Смотрите Терраса Смотровая Сверху Причем Боже Неужели В нем Никто Не Живет Уже Он Довольно Старый Видите Там Хотя Не Он Сильно Старый Не Может Судя По Самой Конструкции Он Просто Какой Не Ухоженный Заброшенный Там Реально Наверное Никто Не Живет Много Лета Поэтому Он Такой Вот Верхний Этаж Более Менее Современный А дальше Оно Все Облезло Старом Дом В Уникальном Месте Просто Один Мальчик Купается Счастливый Здесь Я Ему Завидую Насколько Потому Как он Спокойно Купался Воза Значит Теплая Он Местный Если ему Тепло То У меня Точно Не холодно Будет Ну По крайней Мере Покупаться Минутах Десять Хотя Этот пляжик Кафешке Принадлежит Вы можете Приходить Приезжать Сюда И Лежачки Заплатите Будете Лежать Здесь Тоже Пляж Видите Райское Место Где Будете Как бы Одни Здесь Практически Думаю Что здесь Много Людей Смотрел На него Еще Больше Купаться Хочется Людей Из Кафешки Кстати Там Люди Со Столиком На берегу Сейчас покажу Здесь Классный Вход Кстати Без Сплит Тоже Можно Зайти Спокойно Очень Очень Классно Да Там Наверное Не пройду Я Дальше Будет Скала Пройти Не Помучится Вот Откуда Даже Здесь Они Сюда Не Доплывают Они Шплывут Ноги На Лаш Пляж Периодически Мусор Води Ужасно Конечно Ну что Сейчас Дойду До Поворота До Скалы Туда Потом Мне Придется Выходить Наверх Наверное Покажу Вам Как Люди Сидят Пикнику 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 Моря С Едой Купания Здесь Можно На Остров Сплавать Посмело Видите Остров Отдельно Стоящий Пусть Зак Пройти Над Столиком Буратино Можно Выпилять Из Этого Здесь Надо Прийти Как Нибудь Искупаться Обязательно Классное Место Море Чуть Вам Даю Посмотреть И Сам Наслаждаюсь Стэн Красота Чуть Это Люди Наши Даже Комога Не Турецкие Нужно Ошибаюсь Конечно Так Ну Впереди Село Придется Мне Сейчас Возвращаться Да Турецкая Бессмешанная Семья Ну Приятного Аппетита Им В любом Случа Там Возможно Дальше И можно Будет Пройти Но Идти Надо Будет По морю Вдоль Скалы Неизвестно Где Там Дальше Уже Идет Высокий Обрыв И Получается Нет Дальше Точно Дороги Не будет Потому Что Там Далеко Далеко Идти Просто Там Высоко Есть Фотосессии На А Люди Идут Хотя Он Откуда На Встречу Боже Какая Красота Здесь Тоже Кто любит Это Все На камушках Пофоткаться Профессионного Я им Заслоняю Наверное Тут Пляжик Под Скалой Даже Да Тут Можно На Пляжике Купаться Сейчас Я вам Покажу Дальше Я уже Точно Не пойду Там Некуда Идти А Здесь Смотрите Офигенно Что Тут Не Упадет Сверху Видите Мы Пришли На Секретный Пляж Я Открыл Секретный Пляж Ура Буду Знать Кстати Реально Смотрите Как Прикольно Красота Кактусы Сверху Блин Как Классно Блин Тут Мусор Боже Когда Это Закончится Когда Они Перестанут Это Мусор Так Водит Уже Блин Казалось бы Куда Уже Отошел Да Все Дальше Уже Там Только По воде Эти Вредях Здорово Здесь Бал Бал Обалденно Открыли Новая Территория Уникальное Уникальное Видео Я Даже Честно Сказали Час Назад Что Я Такие Красивейшие Вещи Дима Зря Мы Сюда Не Зашли Кстати Ну Кто Знал Здесь Есть Проход Такое Секретное Классное Место Фух Тут Жарко Друзья Тут Сейчас Под Тридцатку Наверное Уже Весь Мокрый Жарко На Солнце Сейчас Тут Краба Есть Интересная Вода Брызгает Офигенно Вообще Обалденно Белые Камушки О О Остров На этот Остров Может Слава Тоже Любой Может Даже Пешком Сходить А Вот Тоже Куда На тот Остров Я хотел Сплавать Или На другой Нет Там Где-то Дальше Был Далеке Так Куда Я дойду Сегодня Он Пока Идти Туда Назад Может На Автобусе Поеду Пока Будем Окей Че На Фотосессия Не знаю Наш Или Европейцы Крутой Крутой Объектив Котик Какая Водичка Белые Мелкие Камушки Крабика Крабика Обязательно Если да То Можно Было Периодически Купаться Прятать Голову От Солнца Хочется Увидеть Большого Большого Краба Где-то Есть Наверное Если Я тут Полчасика Потусовался Вокруг Камней Думаю Что Увидел Такие Домики Все Именно С дырками Здесь Такие Эти Жить Тут Столько Многоэтажки Прям В коммуналке Краби Так На Меня Читаю Надеюсь Брызгнуло Не Брызгнуло Сейчас Друзья Салфеточка Вас На Всякий Случай Не Надеюсь И Сделал Лучше Наши Люди Какая Красота Здесь Реально Я хочу В воду Зайти Блин Там В принципе Дальше Сейчас Будет Вода Тут Испутать Я пока Туда Дойду Ноги Могу Растерить Наши Люди Тут Несколько Семь Турец Несколько Арбузик Яблочки Там Еще Что-то Красиво Так Стол Сроверован И Там На том Острове Вокруг Него Должна Быть Куча Крабиков Тоже Я думаю Так Кто Еще Не Понял Где Сейчас Сейчас Я выйду Наверх И Все Поймете Офигенная Прогулка Сейчас Я там Моя Спалась На ноги Наверху Воду Так И Не Зашел Привет Курочки Курочки Ух Класс Ты Возле Море Живете Да Обалденно Ух ты Давай Давай Поговори Поговори Голос Голос Песик Видите Я постою На них Смотрю Песик Сразу Гавкает Наверное Он И Сторожи Слышите? Боже, какая красота. Сверху как классно тоже. Смотрите, как здорово. Красиво. Обалденное место. Мы его открыли. Ну, собственно, в этом месте я был. Открыли мы там, где мы ходили вправо под скалой. Секретный пляжик. Вот это реально открытие. Так, ну и кто еще не понял, где я? А мы здесь, друзья. Клеопатра, Пальмера, Бич Хотел. Роял Хотел. Вон он, Роял Хотел белый. Да, тут реально места капитальные. Кто не любит все шумные тусовки, море туристов, здесь вот именно максимально комфортно вам будет в плане отсутствия людей. То есть, тут людей будет минимально всегда. Счастливый мальчик, который купался. А мы идем свяжиться и помыть ноги. Здесь ходит 101 единичка. Здесь ходят. О, они, кстати, на машине даже. Видите, расселили сюда приезжают. На машине, значит, место реально того стоит. И сейчас, друзья, еще раз обалдеете. Кто впервые со мной здесь гуляет. Смотрите, какая красотища. Видите, классно. Боже, мы пришли, аж отсюда, оттуда. Прикольно. Мокрый, есть футболка, сзади вся мокрая, жаркая. Хотя здесь вот сейчас свежо, где я стою. Уже какой кайф, люди. Какая красотища. Согласитесь, что я заслужил хотя бы лайк. Друзья, кто хочет поддержать, у кого есть возможность. Ссылка на сайт Patreon. Не спонсорство на YouTube, а именно сайт Patreon. Ссылка в описании под каждым видео. Выбирайте пакет на месяц. Там будет сниматься с вас чашка кофе в месяц, допустим. Ну, кто богатый, может 10 чашек кофе снять ежемесячно. Посев большой. Там один Дима у меня, спонсор. Сейчас я завел этот сайт. К сожалению, с него очень удобно выводить. Деньги почти не теряются. Вся ваша сумма мне приходит. Там очень маленькие комиссии за вывод. Но, к сожалению, нету спонсоров. Спасибо большое. Также суперспасибо. Суперчат есть в функции. Любые способы отправки денег. И также ссылочка на донаты в описании. Друзья, спасибо большое за поддержку. Если бы не ваша поддержка, наверное, уже канал бы уже, наверное, закрылся бы. Для себя просто снимал бы. Если бы не было хотя бы вот тех вот 10 человек буквально, которые... Вас не больше 10 тех, кто поддерживает периодически. Большое вам спасибо. Низкий поклон. Здоровья вам. Благополучия и всего-всего самого. Мира и добра. Так, здесь будет водичка сейчас. Я... В кафешке, кстати, ни одного человека. Кстати, а чтобы увидеть закат, мне надо перейти за ту гору. Туда, где яхты, наверное, надо дойти или дальше. Тогда только я увижу закат, потому что, видите, солнце как-то вправо уходит. Друзья, сейчас я пойду умоюсь и помоюсь. А вам сделаю максимально... А вон девчонки сидят. Максимально красивый вид вам сейчас сделаю. Пойду умоюсь. Пока вас оставлю. Камеру никто не сопрёт здесь, я надеюсь. Я вас поставлю смотреть. Ну что, я недолго. Помыл голову, помыл ноги. Свяжился, попил водички. Здесь фрешики можно купить, водички в туалет сходить. Платный, по-моему. Хорошая кафешка, классное место. Вы можете взять чай, кофе и сидеть тоже наблюдать на прекрасные виды. Кафешик замечательный. Просто иду и наслаждаюсь, друзья. Получаю такое удовольствие от всего, что я вижу. Даже от этих вот цветочков. От этих вот шариков. Дима, Эдвин, Инна, приветик. Большой вам. Представляю, как у вас сейчас ностальгия. Так, это получается, друзья, я был здесь, да? Да? Ну да, вот сюда я доходил. Вот получается секретный пляж. Но вам безумно не видно, как много мусора, к сожалению, плавает здесь. Дальше его нет, да. Но вот возле берега его переплыть несколько метров. Это очень неприятно. Что, угол дальше? Если сядет аккумулятор, спасибо, большой фирме Sony, до часа она должна... Да, у меня вчера такой неприятный случился инцидент. Я шел, снимал там от маячка котейки в сторону Алибабы. У меня я думал, что сел аккумулятор. Оказалось, вырубилась камера, получился битый файл. Его не восстановить. Не восстановить и не берут никакие бесплатные эти самые. Только платные две программы, которые там 50 долларов стоят. Их купить надо. И вот они тестовую версию мне дали. Я просто скриншотером экрана сделал, потому что жалко было терять видео. Это вы видели, наверное, уже, скорее всего. А может, еще и нет. Я его еще не смонтировал. И обидно вот такие бывают ситуации, когда именно файлы эти, они не читаются ничем. Ни какой прога не откроешь, ни каким плеером. Только вот платными этими, которые бешеные деньги стоят, блин. Конечно, мне бы такая штука не помешала бы иметь ее. И знать, что всегда я смогу спасти и восстановить файл. В оригинальном, причем, качестве. Очень красиво. Можно сюда прийти и купаться. Вот тут вообще в камнях. Тут максимально крымские пейзажи. Мне напоминает, боже, сколько мусора. Как же они могут? Их всего штук пять. Откуда же столько на таком протяженном расстоянии? Ну как, блин? Как же это все? Кто понимает, о чем я тут понимаю. Кто не понимает, вы сами платите деньги за то, чтобы потом купаться в мусоре. Вы их спонсируете, вы на них катаетесь, блин. Поэтому я... Четыре года, можно сказать, поэтому я и не выходил никуда в море. Ну, в общем, кто понял, тот понял. Я не могу развивать эту тему, к сожалению. Когда люди не ценят такое, что им дается. Бог дал такую природу, такое море. Но это уже не люди. Это в моем понятии, это точно уже не люди. Люди, они только как биологический подвид. На самом деле, это уже не люди, кто способен творить такое с морем. Скидывать в него мусор и так далее. Для меня это точно не люди. Это не люди, скорее. Смотрите, какая красота. Как можно мусорить и вот это все вот. Бессовестно. Здесь уже вот пошла дальше. А, нет, хотел сказать, чистая. Нет, там еще и пена в общем. Как это все ужасно. Вот пришел бы я сейчас сюда купаться, получается, я все шел бы, искал бы чистое место. До сих пор бы шел. Но тут можно зайти, тут вот чистый участок. И туда плыть. Боже, какая красота. Я хочу здесь купаться. Все эти ваши пляжи Клеопатры и все остальное, это все для... для тех, кто коктейли пьет, сидя в бассейне. Здесь вот реальные места для тех, кто понимает, что такое природа, что такое настоящее море красивое. Ветерочек дует. Так, я, наверное, до иллюзиона, друзья, дойду. Видите, закат здесь не посмотрите, потому что... Я, кстати, не уверен, что и там, где пикс, можно сейчас закат смотреть. Просто иногда солнце садится там. А как я вот на днях вам показывал, я сейчас сказал, мы вышли из Алании, кстати. На днях я еще очень удивился, что солнце садится не в море, оно реально садится, видите, сильно вправо. Возможно, закат сейчас можно смотреть только вот там, вот за всеми этими туннелями уже, где отели. Вот первый автобус едет, дует сильный ветер. Сейчас будет еще потрясающий парк. Вишь, Дима, я если бы монтировал, не монтировал, если бы я всю нашу прогулку вот так снимал, в следующий раз так, наверное, лучше и делать. Потому что монтажи большой емкости. Видите, один прошел, второй идет автобус. Если бы я снимал вот так, вот было бы 2-3 больших файла, они бы уже давно вышли бы все. А поскольку снимал фрагментами, это такой головняк. Не знаю, пойдем ли мы в Коноклы, но снимать буду стараться в следующий раз максимально. Так, я надеюсь, меня хоть слышно, потому что такой ветер дует. Он не холодный, но... Видите, когда солнце в море садится, вот тут бы вы могли сидеть на качельке и смотреть закат. А сейчас странно. Солнце реально садится не в море, а вот там он где-то. Не удивлен. Кто здесь никогда не был, пройдитесь, погуляйте. Смотрите, качельки. На Клеопатре вы не дождетесь даже 12 часов ночи, пустой качельки. Здесь, смотрите, какая красотища. А-а-а, хочется кричать. От радости. Пройду я здесь, или я не пройду, я не пройду. Вот дерево тоже хлопковое. 15 мая сегодня, средина мая, последнего средина, последнего весеннего месяца 23-го года. 406 метров. Туннель начинается справа сейчас. Еще качельки. И снова качельки. Одна семья здесь. Они кушают. У них есть еда. У них есть чайничек. Такая красота. И, наверное, турист идет. Скорее всего. Или нет. Девушка поехала, наверное, в Канаклы. Или в Иллюзион. Это лимон. Что он один? Лей лимон и лавон они маленькие. Маленькие лимончики. Боже, друзья, это одна из лучших прогулок будет для тех, кто любит природу, любит на самом деле Турцию. Я даже, честно, не ожидал, что смогу вам такой прелесть показать сегодня. Во сколько я начал снимать, кто помнит, а? Я не помню. Так, наверное, прячь мозги. Я вам сказал, что сейчас 6 часов с чем-то. Блин. Пол седьмого примерно или раньше. Сейчас уже 19.05. Ну, еще пока аккумулятор не сядет, но, может быть, дойдем даже туда, до Иллюзионной. Надеюсь. Очень хочется надеяться. Еще раз привет, Эдвин. Привет, Дима. Привет, Инна. Да, я здесь. Эдвин, тебя на буквах не хватает. Где ты? Боже, с какой бы я с огромной радостью жил бы в этом домике, если под ним был бы магазин А101 или Бимчик. Вот там вот прям жил бы с большой радостью. Так, там вон люди есть. Честно, удивлен немножко о полном отсутствии здесь туристов. Ну, туристам сейчас ужин. Что здесь раздражает, это шум дороги. Иначе здесь вообще просто было бы реально как в раю. Но, к сожалению, дорога. Здесь градуса 23 сейчас, друзья. от жиры уже следа не осталось, которая была еще 15 минут назад. Да, солнце как-то странно. Оно сильно... Обычно всегда круглый год солнце в море садится. Это я реально удивлен, что у нас солнце куда-то вправо уходит, что даже здесь закат не видно. как это. Инжирчик слева. Давайте покажу вам эту красоту. Здесь я не подходил. Так, тут сорпионы могут быть всякие, а я тут хожу босиком, блин. Блин, здесь мусор в воде. Боже, какое счастье, что вы этого не видите. То, что я вижу. красивейшее море и возле берега все от этих. Инжирчик, где твои плоды? Вон один инжир валяется. Что-то, наверное, еще прошлогодний. Когда ходите, конечно, особенно босиком по траве, друзья, смотрите, под ноги все-таки это Турция. Вот тут сейчас ветер не дует и теплее стало сразу градусами. Опять подул. Хотел сказать, градуса на 2 стало теплее, а он опять подул. Две нет, тут тупава, камни метал. Там робак не золбал. Он там до сих пор, наверное, велик стоит. Не буду подходить, этот человек будет сейчас бежать снизу, подумает, что велик угоняю. Инжирчик впереди еще. Да, солнце реально куда-то не туда уходит, я в шоке, если честно. Инжирчик, а где твои плоды? Странно. Видимо, есть поздние, есть ранние, или я не знаю. Тут плоды не обнаружены. Может, зелеными их обносят, потому что на рынке продают зеленый. Они с него делают что-то, видимо, или тушат, или варенье делают. С зеленого, неспелого инжира. Друзья, и тем, кто не смотрел мой, блин, ветер. Здесь делать нечего вечером. Здесь вы будете идти по темноте, ничего красивого не увидите, вообще ничего не увидите. Видите, а, солнышко, я рад тебя видеть, наконец-то. Но все равно, чтобы видеть закат, надо за ту гору зайти. Но там уже точно будет закат. Ночью и вечером сюда не приходите. Вот пещера есть. Дима готов был даже со мной туда пройти. Я ему сказал, что я боюсь, что там туалет внутри, и там опасно. Смотрите, сколько инжира. Это все инжир, видимо, падали плоды. И видите, это все инжирчик. Здесь наверху, в этой скале, что-то заливали цементом или бетоном. Там что-то делают, наверное. Может, какая-то видовая, смотровая кафешка будет. Так, туда до пляжа Улаш я сейчас не пойду, друзья. Скорее всего, на Иллюзионе. А, нет. До Иллюзиона будет интересное место. Мы выйдем вот туда на пляж. Там много рыбаков сидит. Сейчас спустимся туда. Здесь жаль, что нет спуска. Я бы здесь спустился. Сейчас прошел бы вот туда к тем рыбакам. Потрясающее место. Что здесь будет интересно сверху? Они какой-то столб поставили, видите? Что там будет? В общем, вечером и ночью сюда не приходите. Здесь просто темно. Вы даже под ногами не будете видеть, что у вас. Я раз забрел, есть у меня прогулка ночная здесь. Девушка с собачкой сидит, смотрите, с парнем. Как они туда попали? По камням. Много рыбаков там вот, видите? Туда хочется пройтись тоже. Сейчас посмотрим. Блин, тут спуски есть нормальные или нет? Кузнечики тут. Нету, наверное, тут спуски только экстремальные, если будут. Сюда бы сейчас спустился бы. Сейчас посмотрю, дорожка какая-то ведет. Если она опасна, то не пойду. Если более-менее шлюпанцев еще и тем более. Сейчас я ценю ситуацию, друзья. Так. Давайте попробуем, ладно. Идем медленно и аккуратно. Видите, здесь раньше когда-то что-то было. Вот тут вот. Как и на пляже Улаш. Наверное, собачка лежит там на камнях. Так, пошли дальше. Главное, осторожно. Нет хейтера, не упадуя в пропасть. И не надейтесь. Я в шлюпанцах себя ощущаю лучше, чем кроссовка. Хотя здесь неудобно. Вот эти куски едят, лежат, не могут поехать. Но в них можно подскользнуться и улететь. С Божьей помощи дойдем. Здесь опасный участок. Я еще живой. Вау, это я впервые, что же так спускаюсь. Здесь потрясающая прогулка. Спасибо ферме Сону. Так, здесь дальше все сложное. Боюсь этих камней. Именно на них я стал инвалидом. Блин, нет этих камней. Боюсь их максимально. Просто, блин. Боюсь на них наступать вообще. Друзья. Я иду ради вас, вы не представляете. Ай. Уже куда я попал. Дайте мне уже выйти на дорогу нормальную. Хватит мне экстрима. Капец. Мы это сделали еще чуть-чуть. Уже проще. Здесь я не помню, был я в девятнадцатом году или не был. Вот именно здесь. Может быть даже и не был. По-моему, там по берегу я ходил заливчиком. Кстати, здесь максимально теплая вода. Вы с детьми можете сюда приходить купаться. В этот заливчик приходить на такси, приезжать, у кого-то какие возможности. Потому что здесь будет теплая вода. Здесь заливчик. Именно заливчик. Здесь вода будет максимально теплая. Если ее померить, она сейчас может быть и 25 здесь будет показывать. Боже, неужели я вышел? Ура! Земля, блин! Спасибо. Всем, кто шел со мной. Какой красивый там под скалой участок тоже покупаться. Боже, какая красотища. Какая красотища. Смотрите, полностью реально заливчик. Вода в нем вроде бы чистая. Сейчас посмотрю, солнце слепит. То есть реально купаться можно вот там вот. Это вот там уже иллюзион находится. Это с этой стороны иллюзион. Какая красота. Смотрите, куда я вас завел. Боже, как красиво выглядит скала отсюда. Какая красотища, друзья. Вау, вау, вау. Я просто счастлив. Вообще обалдеть. Да, знал бы я, что я здесь поймаю хотя бы одну себе на ужин полукилограммовую дорадочку. Наверное, уже давно приобрел бы. Радик, блин, херно, что ты не рыбак, Радик. Вот был бы Радик рыбаком. Мы приехали бы тут, посидели по вечерам. Часть к 3. Ну, что так, блин, тут мусор тоже замесли. Тоже, как классно. Я рад, что я сюда зашел тоже. Еще никакой камер зумчиком не достал нам поснимать что-то. О, солнышко сейчас уйдет за ту гору и все. Блин. Ну, туда я уже за ту скалу уже не пойду, друзья. Здесь офигенная ланья, которую видит мало кто из туристов эти места. Покажите нам, что здесь ловится кто-нибудь, а, люди. Где ваша рыбка? Мальчик с ведерком идет. Здесь у мужчины большое ведро прям. Неудобно, пока мы идем туда. Вроде пусто, не знаю. Офигеть, куда я попала. Красота какая. Интересно, за сколько бы я отсюда доплыл бы до пляжа, до Млаташ. Что-то сомневается, что я до доплыл бы. Доплыл бы, только я не знаю, сколько часов бы это заняло. Доплыл бы легко, конечно. Течения тут быть особо не должно. Ну, тут нет течения. Течение очень редко бывает, когда в течение попадаешь. Главное, переждать, кстати, друзья, течение. Вдруг кого-то. Ну, в основном они не возле берега, а вот любителям, как я, далеко плавать. Вы можете попасть в течение, вы будете все свои физические усилия применять по максимуму и понимать, что вы стоите на месте. Поэтому сдайтесь, просто плывите, вы на воде держитесь, плывите, вас течение понесет не больше трех-пяти минут. Вас отнесет на пять, на семь пляжей и потом отпустит. И вы просто выйдете, выплывете потом или назад поплывете. Просто когда вы чувствуете, что вы попали в течение, это очень редко бывает, но раза два за сезонами бывает. И главное не паниковать, потому что вы можете израсходовать свои физические силы, а вас будет тащить все равно. Против течения бесполезно применять свою силу. Вы все равно будете течь по течению, плыть или стоять на месте. В лучшем случае силы иссякнут. Поэтому спокойненько лежите себе, наслаждайтесь. Вас течение пронесет, несколько пляжиков и все. Вот интересно, сколько часов, сколько тут в километрах. Ну, теоретически здесь километров... Сейчас я прикину. Не, понятно, что не больше десяти. Да, километров пять, шесть, максимум семь. Семь вряд ли, наверное. Километров шесть, наверное, вот отсюда до Домлотаж. Может чуть больше, конечно. Ну, то, что я доплыл, однозначно, да. Просто я бы замахался плыть. Как замахался? Я бы долго плыл бы. Несколько часов бы это заняло, конечно. Потому что я на износ не плаваю, я плаваю с удовольствием, всегда не спеша, когда мне спешить нету, да, я наслаждаюсь. Так, а тут вот мальчик был с ведерком. Тут целая семья рыбаков. Покажите нам рыбку. Как они туда попадают? Ё-моё, тут камни прям такие. Тут я уже точно побоялся бы к ним идти. По камням надо пройти, можно упасть и прям в море туда. Поднимаем ромкин флаг здесь, мы дошли до финальной точки. Ё-моё, мы это сделали. Я даже не побоялся прийти сюда. Ого, сколько тут народу, смотрите. Ой, как классно. Ну что, да, или Зиона хватит аккумулятора, или не хватит? Как вы думаете? Давайте я попытаюсь. Обидно будет, друзья. Ну, если он сядет, в принципе, это стану. Там, грызунчиком еще. Потрясающее место, я не жалею ни грамма, что я вижу. Это это, что ли? Как ее называют?